Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим об обучении русскому языку в цифровую эпоху. Известно всем, что мы сейчас живем в новую эпоху, эпоху цифровой революции. Наши дети намного опередили нас. Они прекрасно владеют и мобильными, и интернет-приложениями, поэтому нам, учителям, надо соответствовать их знаниям. Обучение русскому языку в цифровую эпоху? Никому не секрет то, что сейчас каждый из нас, учителей, на каждом уроке почти применяем электронные учебники, мультимедиа-приложения, у нас есть онлайн-уроки, электронная база разработок уроков. Помимо этого, многие учителя сами самостоятельно составляют тесты и тренажеры, видеоресурсы, а также аудиоресурсы. Появляется новый термин – цифровая лингводидактика. Что же это такое? Лингводидактика – это теория обучения языкам, интеграция лингвистики и дидактики, один из трех уровней, наряду с методологией и технологией. Специфическими понятиями лингводидактики – преподавание языка, изучение языка, русский язык и другие языки, как учебный предмет, учебный материал, учебная ситуация, принципы, методы и приемы обучения языку и другое. Базовый учебный план на 2020 и 2021 год представляет по два урока в неделю – со 2 по 11 классы. Всего это 20 часов. Это русский язык с узбекским и другими языками обучения. Все три часов с 5 по 11 класс нам дается по три часа, но третий час он все-таки в школе выдается для обучения родному языку и литературе. В школах и классах с каракалпакским, казахским, таджикским, туркменским и другими языками обучения, где на изучение русского языка дается один час в неделю, по желанию и решению учащихся их родителей, язык может изучаться со 2 класса за счет одного часа из часов, выделенных для изучения родного языка и литературы. На основании постановления Кабинета министров Республики Узбекистан об утверждении положения об общем среднем образовании номер 140 от 15 марта 2017 года при достаточном количестве квалифицированных педагогов разрешается деление учеников на уроках русского языка в общеобразовательных учреждениях с другим языком обучения на две группы со 2 по 11 класс при наличии 25 и более учеников. Это у нас всегда с вами было. Если в классе 25 и более учеников, то класс делится на две группы. Календарно-тематический план составлен по методической рекомендации Дарсом Кадас. Самое главное в школе урок. Рекомендации по эффективной организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах. Посмотрите, ничего нового в календарно-тематическом плане опять у нас нет. Это порядковый номер, темы урока, часы на изучение темы, дата проведения урока по расписанию и в конце примечания. Вот уже второй-третий год мы с вами вместо домашнего задания, в последней колонке у нас идут примечания. В этом году были переизданы учебники «Русский язык для пятого класса» с узбекскими и другими языками обучения и учебник «Русский язык для четвертого класса» опять-таки для классов с узбекским языком обучения. С учебником «Русский язык для пятого класса» вы все знакомы. Автор учебника Мусульманова Юлия Юрьевна. Вы помните, когда мы получали эти новые учебники, вместе с ними каждая школа получила методическое пособие специально в конце, вот как раз-таки было, мультимедийное приложение для уроков русского языка в пятом классе. Что же изменилось в учебнике за пятый класс в новом учебнике? Посмотрите, это старый учебник. В старом учебнике темы даются, как сказать о точном количестве предметов, как сказать о цене предмета. Новый учебник, он более понятен для учеников, и тема здесь у нас ситуативная. Мы делаем покупки в супермаркете. Хотя темы немножко звучат по-разному, зато содержание темы, чему мы должны будем учить учеников, остается тем же самым. То есть ученик должен научиться правильно называть цену, говорить числительный. Возле каждой темы у нас есть вот такой вот значок, значок мультимеди. Это тоже новшество в учебнике для пятого класса. На каждом уроке учителя используют приложение, мультимедийное приложение, и мы можем с вами использовать его как в упражнении, в тестах или в словариках. А также это очень удачный вариант для дистанционного обучения, особенно при обучении онлайн-уроков. Была проведена работа с моделями, с речевыми моделями. Например, в каждой теме первым упражнением у нас даются специальные речевые модели. Смотрите, в старом учебнике у нас даются окончания, и если мы посмотрим внимательно, то здесь речевой модели окно-окна дается как твердый, так и мягкий вариант. То есть ученики могут допустить ошибки. Здесь нам дается буковка А, и ученик в любом случае может в примере поля написать вместо поля пола, или вместо моря моря моря. В новом учебнике нам ясно показан и твердый вариант, и мягкий вариант. Поле поля, буковка Я выделена красным цветом, и значит море в таком же соответствии будет выполняться слово моря. Также одним еще из одним плюсов является то, что в новом учебнике, в поурочных словариках и русско-узбекском словаре проставлены ударения. Вы знаете, что для узбекскоязычных учеников, очень часто допускающих ошибки в словах, именно сложно ставить ударение. Это тоже один из плюсов. Также ситуативные иллюстрации заменены более современными и четкими. На образовательной платформе eduportal.us можно найти и скачать все варианты электронных учебников. То есть очень хороший доступ к электронным учебникам у каждого учителя. Ну а теперь давайте совершим экскурс по мастер-классам многих учителей. Вы знаете, что во время карантина онлайн-ТВ показывало более 100 уроков русского языка. Это не просто были уроки, это были действительно мастер-классы. Надира Бабаджановой, Раимбаевой Тамары, Зульфии Абдураимовой, Розы Абдуляхатовны, Замиры Нурмановой, Дуалиевой. Как же можно провести дистанционные уроки с помощью интернета? Это, во-первых, и вебинар. Что такое вебинар? Это семинар, там, где есть и преподаватели, и ученики. Вебкаст, веб-конференция, где могут быть записаны специальные материалы, и они могут отправляться ученикам. Урок с видеоконференц-связью. Сейчас с помощью приложения Zoom запросто можно провести уроки с видеоконференц-связью. И самый простой из этих видов – это асинхронная телеконференция. Что такое асинхронная телеконференция? Это когда отдельно записываются вначале видео, а потом они высылаются. Именно так был проведен конкурс «Живая классика». Мне посчастливилось тоже быть жюри в этом конкурсе. Члены жюри получили видеовыступления ребят, оценили их владение русским языком, артистизм, записали видеокомментарии. Одними из лучших были Эль Муратов Азамат и Сабина Джумабаева. За выступлениями победителей Саудатой Азимовой и Шахруха Ибрагимова уже следила вся республика, участвуя в онлайн-голосовании. Региональным модератором была учитель русского языка из Андижана Мулахунова Нилюфар Мухаммад Умановна, которая тоже очень грамотно записывала и присылала нам видеоуроки. Итак, мы уже говорили о том, что многие учителя сами создают электронные ресурсы. Диктанты с записью диктора, тренажеры «Вставь букву» с автоматической проверкой, тренажеры на сортировку слов, терминов, портретов писателей и т.д. с автоматической проверкой, презентации, ментальные карты, хронологические ленты к биографиям, видеоролики по стихам и коротким рассказам, аудиоспектакли. Онлайн-тестирование мастер-класс «Миасар Шерматовый» из Андижанской области. Каждый учитель русовет может спокойно пользоваться ее тестами, а также она прислала очень хорошие видеоуроки, созданные на приложении Bandicam. Посмотрите на эти тесты, как они решаются. Значит, выходит правильный ответ, и учитель сам знает уже, какой ответ был правильным, а какой ответ неверный. Для нас очень важно собрать все имеющиеся цифровые ресурсы на единой платформе с постоянным доступом и удобным интерфейсом. Эту платформу предоставил виртуальный кабинет учителя Класско. Здесь мы можем увидеть расписание занятий, электронные ресурсы, тематический план. Создатель этой платформы Чуреев Мухаммад Алиевич. И модератором является Мусульманова Юлия Юрьевна. Она и эксперт, и модератор. Здесь мы можем увидеть электронные ресурсы мастер-класса от Саидовой из Карманинского района. Посмотрите, как красиво сделаны каждая из этих презентаций. Очень грамотно. Галина Фафонова создаёт тренажёры, которыми пользуются наши ученики. Марва Рашидовна создаёт прекрасные интеллектуальные карты. Тренажёры-интеллектуальные карты не только способствуют нам выявить знания учащихся, но также, во-первых, активизируют интерес к знанию предметов. Хочется сказать о том, что видеоролики бывают очень даже разными. Это и презентации, как видеоколлекция Татьяны Югай из Юкоречерчикского района, видеооткрытки Юлии Тиньковой из города Самарканда. Была проведена очень большая работа. Каждый ученик и ученица, они сами самостоятельно делали видеооткрытки. Нажмедейнова из Юждуванского района создаёт прекрасные видеовикторины. А также можно говорить об инсценировках. Например, у Юлии Тиньковой из Самарканда дети прекрасно владеют мастерством инсценирования. У Галины Фафоновой можно было увидеть перевоплощение мальчика, который показывал, как он понимает и как он здорово перевоплотился в образ Петра Первого. Лауреат Пушкинского конкурса, поэт и переводчик Дельмурат Убайдулаев из Булагвашинского района Андижанской области. Он представляет нам мастер-класс. Присылает аудио и видео переводы стихотворений. Образование в цифровом формате предполагает плодотворное сотрудничество государственных, общественных, частных организаций. Примером этому стала благотворительная акция создателя виртуального кабинета учителя «Класском» при содействии Министерства народного образования и Международного общественного фонда «Шарк Айуаля» по проведению тренингов для учителей и предоставлению бесплатного пользования ресурсами платформы в период пандемии. Каждый учитель в период пандемии смог стать бесплатным пользователем, зарегистрироваться бесплатно на платформу «Класском». Пользователей, участников тренинга более 18 тысяч учителей русского языка. Среди них есть и студенты, и методисты институтов. Вам показана карта с цифрами, сколько в каждом из областей участников и членов этого «Класскома». Учителя в период пандемии с февраля по июнь прислали более 400 разработок, которые были расположены именно в «Класскоме». Методистам региональных управлений народного образования, лучшим тренерам были направлены благодарственные письма. В повышении квалификации учителей сейчас по онлайн-ТВ мы видим мастера-классы. Это Юлия Юрьевна Мусурманова, Сой Валентина Константиновна и Нурманова Замира Аблакуловна, которые действительно показали мастер-класс для каждого из учителей русского языка. Для получения дополнительной информации можно обратиться к следующим интернет-ресурсам. Это УЗЭДУУС, РТМУС, ЭДУПОРТАЛУС, ЗИОНЭДУС, КлассКОМУС. И в каждом из них каждый учитель русского языка сможет найти все нужное и необходимое для его плодотворной работы. Есть сообщество учителей. Учителя русского, РУСАВЕДУС, все для РКИ, готовимся к аттестации, учителя-филологи, а также очень прекрасные телеграм-каналы Моники Ширяевой. Консультации ведет Наталья Михайловна Неблиенко. Это очень грамотный, очень опытный педагог с большим стажем, который прекрасно может сложное объяснить очень простым языком. Я бы хотела сказать несколько слов о том, что каждый учитель в каждой школе должен подписаться на газету «Учитель Узбекистана» и на журнал «Преподавание языка и литературы». Потому что действительно в этих газетах и журналах мы можем увидеть новшества, мы можем познакомиться с новыми материалами. Здесь проводятся конкурсы. Например, «Самый лучший учитель-филолог» был проведен на страницах «Преподавание языка и литературы». Победителями стали Нурманова Замира в прошлом году, Марвар Шарафуддиновна, а также Салахиддинова Альфия из Шурчи и Зальхмор Исаакова из Намангана. Дистанционно наши учителя участвуют в различных конкурсах и получают сертификаты и дипломы. На этом я заканчиваю свое выступление и хочу пожелать каждому педагогу, каждому учителю русского языка в новом учебном году успехов. В какой бы форме ни проходил урок, дистанционный, или же, возможно, мы с вами пойдем в школу, дай Бог вам всем здоровья и успехов. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok